всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас с вами будет собиралка я постирала свою вот эту штучку и она у меня развалилась почти посмотрите что произошло с тобой дорогой я тебя всего один раз постирала в общем я заметила что вам нравятся собиралки нравится как я крашусь и рассказываю о чем-то прошлое когда была у нас недели две назад наверное и она набрала уже 25000 поэтому я решила почему бы не заснять и ко мне присоединился мой маленький твиксель которого совсем не видно под лиза мамина и так я искупалась как видите у меня волосы мокрые а все потому что куда я собираюсь как вы думаете куда я собираюсь на вечеринку на тусовку нет по работе в общем сегодня будем наносить вот этот тональный от nix stay mat называется он его кстати сняли с производства чего его показываю и хвалю вам очень классный мне очень нравится как я счастлива что у меня нет прыщей скажу еще раз видимо буду говорить много раз в общем куда я сегодня собираюсь мне девчонки покидали супермаркет который находится в центре города и там есть вещи которые не продаются в обычных супермаркетах точнее это просто магазин такой любителей всего необычного я хочу сгонять туда и выбрать кое-что для мукбанка чтобы не повторялось чтобы было съедобно в то же время интересно красиво пример я бы очень хотела клешник краба если найду конечно вот хочу внести некое разнообразие в свой канал поэтому направляюсь туда спасибо девчонкам которые мне покидали этот магазин часто кстати бывает что идеи своих мукбанков я беру из идей своих подписчиков кто-то что-то советует я думаю да надо также было с молочными бургерами когда я снимала но до этого мне надо отвести твиксы к ветеринару да опять к урфану пойдем ненавидит мой твиксик урфаном наношу достаточно плотный слой потому что по-другому невозможно тон очень плотный и волосы мне мешают хотя их заколола вроде как в общем мой котик иногда ест мух я это никак не могу проконтролировать ветеринар говорит что мухи это одно и то же что и сырое мясо то есть нет никакой разницы либо котик кушает сырое мясо либо кушает мух надо каждые три месяца против глистов таблеточку ему все-таки давать вот прошло уже более наверное пяти месяцев с последней таблеточки поэтому сейчас идем обновлять что-то тона конкретно многовато получилось это тонально просто очень плотно я не смогла кистью нормально распределить тонким слоем но ничего будем ходить с таким вечерним макияжем беру пудру которая у меня уже заканчивается моя любимая пудра тоже много и вот так вот припудриваем лицом чтобы не было жирного блеска еще хочу купить констовары декоративный скотч ну в общем когда буду снимать видео со скетчбуком хотя последнее видео вы не особо смотрели к сожалению всего 15 тысяч набрало но я по-любому буду рисовать своем скетчбуке то есть лучше уж я это засниму там и монтировать несложно просто в быстром режиме все это вам показываю то есть я по-любому даже если вы это смотреть не будете по-любому я это рисовать буду поэтому думаю раз рисую все равно лучше уж покажу вам хотя бы 15 тысяч человек посмотрят это видео возможно кто-то ждет видео про скетчбук я лично люблю тем более столько истории от подписчиков сейчас у меня на пиар аккаунте там наверное штуки 75 точно осталось и там столько интересных историй где в подробностях описана ситуация я не могу себе позволить просто пропустить мимо ушей эти истории потому что кто-то старался писал и как-то это будет неуважительно по отношению к этим людям кружка написано айка эмили мне ее дарила страница которая делает такие подарочки giftboxes называется страница мне очень нравится эта кружка и эта кружка кстати поспособствовала нашему общению с моим парнем как получилось я сейчас вам расскажу в общем мы начали общаться с моим парнем и в тот же период за мной ухаживал другой парень я не знал кого выбрать не то чтобы я встречала системы с этим тот мне периодически говорил о своих чувствах что он не может без меня и все дела и в то же время мой парень тоже я замечала что это уже не дружеское общение а это что-то большее я просто решила посмотреть кому я дороже на самом деле я поручила обоим одно и то же задание и просто решила посмотреть на реакцию первому я сказала что я должна забрать коробку от giftboxes и у меня не получается а мне срочно надо забрать потому что это рекламная интеграция так скажем и может ли он помочь мне забрать коробка коробка находилась вообще в другом конце города то есть ехать до нее было далеко вот но при желании если у тебя действительно есть чувство к девушке мне кажется ты можешь найти время поехать забрать и все дела вот первый я сказала тому парню и он не сказал что он на работе у него не получается и так далее он сказал что он может только в субботу воскресенье в другое время не может это в субботу воскресенье понятно горит у него есть уже запланированные дела короче он не культурным образом отказал и я сказала своему нынешнему парню решено и говорит ты можешь забрать коробку и он такой сразу без вопроса такой год конечно когда нужно забрать я говорю подожди я сейчас спрошу когда нужно забрать и тебе скажу он сказал нет дай мне номер этого человека я сам свяжусь сам заберу чтобы ты по 500 раз не звонила не тратил свои деньги на телефоне и вот тогда я уже сделала свой выбор я вообще такой человек для меня чувство прям любовь и все такое это на втором плане для меня самое главное отношение ко мне я сейчас на выбирала молодого человека именно по этому принципу то есть не самое главное чтобы я прям сохла по нему а самое главное чтобы он был настоящим мужчиной относился ко мне уважительно дальше вот такие вот румяшки это у нас от revolution у меня есть такой хайлайтер который уже заканчивается и здесь очень красивые румяна то есть сказать что прям я выбирала всегда сердцем нет я всегда выбирала умом и мне кажется это правильно то есть человек который не может выполнить твою первую просьбу в жизни первый раз ты просишь его что-то сделать и он уже находит тысячу там каких-то причин были весит и на работе если ты хочешь забрать эту вещь ты попросишь там своего друга вы знаете он даже потом не спросил ну что ты забрала как у тебя там получилось не получилось ты же говорила что у тебя не получается срочно надо забрать ну вот я поняла что человек больше пофигист или ему отношения со мной не так важны вот у меня такого знаете не было что мне нравится этот но зато этот хороший и так далее то есть я выбираю чисто по отношению к себе кто лучше ко мне относится тот мне более интересен и потом я уже сделала как бы свой выбор но так и не сказала ему что я знаешь выбор сделал из-за того что ты не забрал эту коробку а если бы ты забрал возможно бы у нас что-то получилось но я потом столько писал что почему ты мне не отвечаешь почему ты решила со мной не общаться дай мне шанс и так далее ну блин это наверно очень высокомерно звучит но как будто я так понтуешь что за мной кто-то бегал у меня не было никогда в жизни такого что мне кто-то нравился я прям сохла понимает а этот человек не обращал внимание на меня я честно не понимаю таких девушек зачем вам мужчина которому плевать на вас таких много много мужчин которым мы не нужны актеров всяких не знаю певцов и так далее мы должны проявляться к тем кто уважительно к нам относится кто хочет отношения с нами опять же выбор за вами я не могу вам указывать как правильно делать и то что я делаю это правильно тоже не факт но я сейчас счастлива абсолютно на все сто процентов дальше мы берем хайлайтер от make up revolution как я мечтала об этом хайлайтере как я мечтала вы не представляете а потом я купила сразу пять или шесть штук один подарила шели другой подарила айсель и у меня осталось три ну в общем вот такой вот красивый я люблю вообще светлые белые какие-то хайлайтеры обожаю потому что у меня подтон кожи такой уходят не в желтизну а именно в серый цвет у меня уходит кожа так что мне подходит делаем вот так вау вау как блестит блестит до этого тоже знаете были моменты когда у меня стоял выбор например там за мной ухаживают два парня один такой красавчик супер все офигенно там сын какого-то бизнесмена и все дела я понимаю что я у него на третьем на четвертом на пятом плане и есть какой-то молодой человек который прям сохнет по мне но у него по большому счету нету ничего кроме чистого сердца я всегда выбирала человека который реально с чистым сердцем подходит к нашим отношениям и советую вам так делать никогда не выбирала бабников или таких знаете уже парней за которыми уже бегают не знаю 50 девушек таких никогда я не выбирала и не пыталась привлечь к себе потому что знала что мне не по пути с таким человеком будет точно меня есть знакомые например и одногруппница и так далее они просто любят страдать вот на самом деле просто человек не умеет быть счастливым за ней такой офигенный парень ухаживает прям знаете видно что искренне делает все для нее однако нет он мне не нравится мне нравится вон тот вон тот какой-то бабник которым она нафиг не сдалась а может и сдалась но временно там просто пару дней повстречаться и все досвидули и в таких моментах вы знаете я человек который не может заткнуться и я всегда например своим одногруппницам говорил да ты что да зачем тебе он нужен за тобой бегать такой парень он такой классный ты делаешь ошибку все мои знакомые говорили да зачем тебе она надо это ее дело я когда вижу что человек допускает ошибку мне так и хочется исправить его там не знаю вставить свои пять копеек хотя они никому не сдались и это неправильно каждый сам решает даже если эта ошибка это ошибку который допускает человек что еще меня покорило в моем парне могу вам рассказать если вам интересно в общем когда мы переписывались я замечал что он пишет без единой ошибки на азербайджанском языке даже знаки препинания у него присутствует и он разговаривал на литературном азербайджанском а не на таком уличном кто живет в азербайджане тот поймет то есть очень так грамотно общался и еще его пунктуальность он например говорил я тебе напишу через например 10 минут обычно это как бывает пишут я тебе напишу через 10 минут и пропадает на час на два а здесь такого не было если он говорит перезвоню тебе через три минуты это как раз таки были эти три минуты и эта пунктуальность говорила о том что ему не все равно это меня очень очень покоряло на самом деле мне было очень приятно вот сложив все за и против с хорошей семьи хороший мальчик и так смертельный номер сейчас я не буду базарить а просто быстренько нарисую стрелки я обожаю этот макияж и последнее время постоянно делаю макияж с палеткой от бель она стоит 3 копейки но мне так нравятся эти тени они просто супер все эти три оттенка я использую а раньше это темный я использовал на брови сейчас брови у меня голые просто гель для брови и вау вы знаете нарисовать стрелку не так уж сложно если у тебя один глаза когда у тебя два глаза сложно повторить то же самое на следующем в глазе в общем принципе неплохо получилось сколько рисую стрелки не могу никогда нарисовать идеально особенно когда снимает для вас туториал типа как делать правильно на самом деле это не обучалка это просто поболтай со мной я бы просто красилась я решила что мне не было скучно поставить еще камеру болтать с вами так что на мои ошибки в макияже не обращайте внимание я естественно не визажист даже и близко не стою ко всему этому просто показываю вам как я делаю особо видите даже не объясняю как правильно нарисовать стрелки потому что сама особо классно не рисую стрелки тушь у меня уже заканчивается надо уже брать новую ну что макияж почти готов как вам уже по-другому заиграла не правда ли теперь я беру помаду от гош когда я не снимаю мук банки я всегда использую ее обалденный цвет просто это оттенок 010 мат и карандаш самый обычный от essence скоро говорят мы опять будем носить маски на улице печалька вот всем делают вакцину а все равно все вокруг болеет правда говорят что болеют не так сильно но все же голова уже наполовину у меня высохла мои хорошие я уже определилась я пойду вот в этом платье волосы решила не сушить не укладывать просто потому что не успеваю я уже опаздываю поэтому хочу с вами попрощаться спасибо что были со мной до конца если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайки пишите в комментариях я буду часто снимать подобные ролики для вас потому что мне это абсолютно не сложно я все равно эти платья бы мерила выбирала что то что я надену для меня без разницы ставить камеру или нет а если вам интересно буду почаще снимать всех люблю целую с вами была геймери пока пока